приветствую всех на канале путь инвестора с вами артем и в этом ролике я продолжаю делать 5-минутные обзоры на те компании которые я добавил свой портфель в этот раз мы с вами разберем компанию alibaba поехали alibaba одна из самых крупных транснациональных технологических корпораций которые специализируются на электронной коммерции розничных продажах и облачных вычислениях основателем известный предприниматель джек ма на данный момент это 11 крупнейшая по капитализации компания в мире капитализация почти 600 ярдов долларов последнее время у компании наблюдались проблемы в связи с давлением от правительства китая в целом говорят что это связано с тем что джек ма позволяет себе различные политические высказывания не угодные китайским властям как следствие большой штраф который был недавно выплачен на 4 процента от выручки оштрафовали эту компанию при этом котировки снизились за время этих проблем с 317 долларов до сейчас 212 долларов причем сейчас цена пришла на уровень который довольно будет сложно пробить потому что смотрите этот уровень у нас был в июне восемнадцатого года также этот уровень у нас был в апреле двадцатого года и сейчас этот уровень это очень сильная линия сопротивления скорее всего с этих уровней мы пойдем вверх почему же я считаю что акции компании вырастут во-первых они снизились потому что была неопределенность шел прессинг а сейчас уже точка поставлена скорее всего новых каких-то расследований и нового прессинга не будет по крайней мере в ближайшее время и соответственно фактор неопределенности для инвесторов убран второй фактор это то что компания продолжает динамично развиваться выручка у нее динамично из года в год растет это можете видеть по вот этим цифрам последний отчет первого квартала 21 года также показал значительный рост выручки продажи квартал кварталу выросли на 64 процента и это при том что компания сейчас имеет капитализацию 580 миллиардов долларов у компании практически нет долгов по крайней мере у них с этим нет проблем она оценивается в 25 примерно годовых прибыли и 516 годовых выручки по пек то есть по будущим потоком она сейчас считается довольно дорогой цена за одну акцию составляет 212 долларов сша общая маржинальность бизнеса составляет 41 процент чистая маржинальность 21 процент сайт simply wall street говорит нам о том что у компании сейчас справедливая оценка у компании прослеживается будущее и у компании отличное финансовое здоровье по мнению аналитиков simply бумага сейчас недооценена на 31,9 процента то есть сейчас на 212 а справедливая цена 311 долларов по прогнозному графику выручки и прибыли до 2026 года мы видим что выручка будущем будет расти серьезными темпами прибыль также будет повышаться а теперь пару слов о диверсификации бизнеса алибаба когда мы в россии представляем эту компанию мы обычно представляем себе алиэкспресс но на самом деле туда входит еще тимул алипэй и таобао и если мы с вами посмотрим крупнейший маркетплейс на 2019 год то таобао и тимул будут на первом и втором месте опережая amazon алибаба называет amazon в китае поскольку это самый доминирующий игрок электронной коммерции в самой густонаселенной стране мира 80 процентов доходов алибаба поступает от основной коммерции но вероятно в будущем это изменится они строят экосистему у алибаба и сервис под названием алипэй который похож на paypal и широко пользуются для онлайн платежей и мобильных платежей платформа таобао от алибаба является крупным центром контента в китае и имеет функции социальных сетей таобао можно использовать для обмена отзывами о продуктах или контентом прямой эфире таобао это не только платформа для покупок ее также можно использовать для стимулирования спроса алибаба также инвестировала в облачные вычисления и мобильные игры чтобы составить конкуренцию tencent а теперь давайте проанализируем структуру выручки за самое последнее время здесь написано 21 год но это просто особенности отчетов и так торговля розничная в китае 66 процентов составляет от выручки китайская оптовая торговля 2 международная коммерция 5 процентов международная торговля оптом 2 процента служба логистики 5 процентов местные потребительские услуги 5 процентов основная коммерция другое 2 процента облачные вычисления 8 цифровые медиа 4 инновации и инициативы 1 процент если мы взглянем на структуру выручки как она меняется мы с вами поймем что алибаба идет по стопам amazon обратите внимание сколько дополнительных сегментов появляется в структуре выручки это говорит о том что алибаба также как и amazon будет заниматься в будущем всем и как мы видим новые для себя индустрия открывает успешно по облачным вычислениям она уже четвертое место в мире занимает по гуру фокусу сейчас бумага существенно недооценена и в 2024 году будет стоить 634 доллара по прогнозам гуру фокус финансовое здоровье они оценили в 7 из 10 баллов прибыльность 9 из 10 сайт тип райнс дает рекомендацию к железной покупке и к июню 22 года устанавливает прогнозную стоимость в районе 301 доллара что составляет плюс 42 процента от текущих значений в первом квартале 2021 года 8 супер инвесторов приобрели акции алибабы причем 8 из них сделали это впервые в том числе и чарли мангер это как мы знаем друг уоррена баффета при этом 4 супер инвестора сократили свое участие причем один на сто процентов на эту мне на сегодня все выбор делать только вам если ролик понравился обязательно поставь лайк подпишись потому что дальше будет еще интересней всем спасибо за внимание всем пока